Представители НПО продолжают акцию на дороге Ханкенди-Лачин в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений, полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Несмотря на морозную погоду, экоактивисты, не создавая помех движению в обоих направлениях, демонстрируют плакаты и скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках. Одно из главных требований – допуск азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга. Подробнее спросим у Самира Кулиева. Съемочная группа телеканала CBC отслеживает ход мирной акции. Самир, здравствуй еще раз. Расскажи, какие у тебя новости к этому часу. Здравствуйте, Лидия. Акция протеста мирная, акция протеста продолжается. Сегодня уже 24-й день, 23-й день, прошу извинить. Четвертая неделя акции. Да, как вы видите, за моей спиной стоят протестующие. У них в руках есть плакаты, есть у них транспаранты, в которых они… Так, значит, с этими… Значит, на плакатах есть надписи, которые говорят о том, что необходимо прекратить экоцит, необходимо прекратить экологические преступления. Есть требования, значит, о необходимости проведения мониторинга, значит, на месторождениях Газыл-Булак и Дамирли, которые находятся в Агдыринском районе Азербайджана. Напомню, сама акция началась 12 декабря, как раз в связи с тем, что мониторинговую группу, в которую входили, значит, представители Министерства экономики, Министерства, собственно, экологии, также представители компании Азер Голд, которые хотели провести, значит, мониторинг, и была такая предварительная договоренность с российскими миротворческими силами. Она была такая договоренность получена еще в начале декабря, но, тем не менее, 10-го числа попасть на эти месторождения не удалось, такую возможность нашей стороне не предоставили, и, в общем-то, в связи с этим акция протеста и началась, ровно 12-го числа. Вот сегодня 23-й день уже подходит к концу, здесь довольно-таки уже прохладно, то есть с момента нашего последнего подключения, одним из таких вот явных изменений, это то, что очень сильно похолодало. Вот, ну, это нормально для горной местности, так как здесь всегда по ночам холодно, и, в общем-то, несмотря на холод, несмотря на морозы, активисты, они продолжают, значит, проводить акцию протеста, это будет и в ночные часы, по всей видимости, как было и вчера, и позавчера, и все предыдущие дни акции протеста. В общем-то, их требования пока еще не выполнены, но они не теряют оптимизма, я общаюсь с представителями протестующих, с экоактивистами, с представителями гражданского общества, в том числе вот с экоактивистами мне сегодня удалось пообщаться. Вы знаете, в Армении, в армянском обществе, в средствах массовой информации есть такой тезис о том, якобы, что экоактивисты азербайджанские, откуда они якобы появились, что вот никогда никто нигде ничего не протестовал в других регионах Азербайджана, и тут вот вдруг почему-то именно рядом с Шушой, именно на участке дороги, которая, значит, по которой, которая соединяет Армению и, значит, город Ханкенди, почему так? Ну, вот я общался с экоактивистами, они мне подробно рассказывали о своей деятельности, о том, как они, значит, проводят акции протеста в городе, Баку, в других регионах Азербайджана, и о тех результатах, которые они добиваются. И вот будем надеяться, что и в данном случае, кстати, они очень гордятся тем, что они сейчас имеют такую возможность вот именно решать проблемы экологии именно Карабахского региона Азербайджана, и, в общем-то, им это сейчас, по всей видимости, удается, будем надеяться, что их требования будут выполнены. Так вот, требование-то основное, оно экологическое, и заключается оно в том, что на месторождениях, это медно-молебденовая, значит, демерли и золоторудная, газелбулак, при, так скажем, добыче этих полезных ископаемых затрачивается очень большое количество вредных веществ, вот таких вот всяких разных цианидов, в том числе цианид натрия. Цианид натрия очень вреден для здоровья, попадая в почву или в какие-то подводные воды, в сточные воды, то есть после попадания этого вещества в природу, то есть в дальнейшем такую воду нельзя использовать ни для питья, ни для орошения, значит, земель. И поэтому, как бы, вот это вот как бы основное требование, значит, хотя бы проверить, потому что мы знаем, что на других освобожденных территориях, значит, например, в Зангеландском районе, реки, которые протекают по территории Зангеландского района, неоднократно брались пробы, и там как раз-таки результаты этих проб показывали превышение вредных веществ, тяжелых металлов в семь, а то и в восемь раз. И вот, конечно же, у экоактивистов есть вполне законное предположение о том, что и на данном участке, именно на местах, на месторождениях, о которых идет речь, тоже нормы экологии нарушаются. В принципе, нормы экологии нарушаются и в Армении, как бы, это ни для кого не секрет, об этом уже очень много-много раз говорилось, есть видеокадры, которых очень-очень много, которые говорят о том, что в самой Армении люди недовольны тем, как соблюдаются нормы, значит, экологии на месторождениях, которые находятся именно на территории Армении. То есть, что говорить уже о тех территориях, которые находились длительное время под их оккупацией. Вот, что касается дорожного движения по участку проведения акции, здесь абсолютно беспреспятственно сегодня было, значит, вот, когда мы подключались к вам в прошлый раз, на тот момент было 15 автомобилей, с того времени еще 5 автомобилей миротворческих сил проехали. Это автомобили снабжения, прежде всего, в том числе легковые автомобили. Итого 20 автомобилей за сегодняшний день, значит, проехали по территории, значит, места проведения акции на участке дороги Ханкин-Ди-Лачен. Вот, и, в общем-то, до этого тоже, вот эти все 22 предыдущих дня акции, не было ни разу такого, чтобы автомобиль с гуманитарными целями приезжал или подъезжал к месту проведения акции, чтобы его не пропускали. То есть пропускались до сих пор и машины, значит, Красного Креста, автомобили миссии Красного Креста, и, значит, машины скорой помощи, и как раз-таки вот машины миротворческих сил России, которые проезжают, и никаких, так скажем, препятствий им, никаких препятствий при этом они не имеют. То есть свободно проезжают, проводят гуманитарные грузы. Такие сведения у нас были несколькими днями ранее. И, в общем-то, говорить о том, что, то, о чем говорят в Армении, о том, что якобы Азербайджан заблокировал этот участок автодороги, нет, конечно же, ни о какой блокаде речи быть не может. Считается абсолютно беспрепятственное движение. У меня, Лидия, на этом все. Передаю вам слово. Большое спасибо, Самир. Я напомню, что на прямую связь со студией выходил Самир Кулиев. Субтитры создавал DimaTorzok